Привет, меня зовут Дарья Черненко, и я сегодня расскажу про базовый рецепт тонких блинов на молоке. Почему он базовый? Потому что он подходит для того, чтобы вы готовили блинчики и заворачивали в них любую начинку, и сладкую, и соленую. И готовятся эти блинчики без разрыхлителя, без соды, и несмотря на это, они все равно у вас получатся очень тонкими, с правильными дырочками, поэтому это тот рецепт, который, мне кажется, должна уметь готовить каждая хозяйка. Каждую масленицу я пеку блины по этому рецепту, причем несколько раз, проверенный годами рецепт, поэтому, смотрите, буду рассказывать со всеми подробностями, со всеми нюансами, у вас точно получится. Это продукты, которые нам понадобятся, полный список вы найдете по ссылке к описанию к этому видео, что здесь и чего, но замечу, что все ингредиенты обязательно должны быть комнатной температуры, тогда они быстрее соединятся, сливочное масло можно заменить на растительное, но в этом случае блинчики получатся более бледными и без сливочного вкуса. Но так как я хочу получить румяные блинчики, поэтому буду готовить на сливочные. Из кухонного инвентаря специальная сковородка для блинов с маленькими бортиками, силиконовая кисточка для смазывания масла, венчик или миксер, быстрее миксером, конечно, и специальная лопатка, обязательно гнущаяся, чтобы мы могли поддевать наши блинчики по краю и их переворачивать. Яйца перед приготовлением надо помыть, после чего взять емкость для взбивания, разбить в нее яйца, добавить сахар и соль, все вместе перемешать до однородности. Не надо взбивать в пену, но надо следить, чтобы соль и сахар растворились. Должна получиться вот такая жидкая смесь. Добавляем молоко, добавляем муку, перемешиваем тесто. Сразу будет хотеться еще добавить, но не надо, после расстойки мука разбухнет. Смешиваем все вместе около 1 минуты, чтобы тесто получилось однородным. Теперь оставьте все вместе на полчаса отдохнуть. Не игнорируйте этот шаг, иначе мука не успеет разбухнуть, и блинчики будут рваться при выпечке. Пока тесто отдыхает, растопите и охладите до комнатной температуры сливочное масло. Оно должно остаться жидким, но не горячим. Через 30 минут достаньте тесто и добавьте в него растопленное сливочное масло. Перемешайте до однородности. Видите, тесто уже загустело. И так и должно быть. Я по этому рецепту готовлю блины уже много лет. И несмотря на то, что первый раз вам будет казаться, что все равно тесто слишком жидкое, вот поверьте, если вы соблюдали пропорции, если вы дали тесту отдохнуть, если ваша сковорода, когда вы начнете жарить, будет достаточно горячей, то все получится. Они не расползутся, не потрескаются, не порвутся. Будут отличные, замечательные блинчики. Теперь начинаем жарить. Возьмите специальную блинную сковородку. Смажьте кисточкой, смоченной маслом. Если у вас хорошая сковородка, которой ничего не липнет, или вы хотите снизить калорийность и жирность блинчиков, тогда можно смазать маслом сковороду только перед первым блинчиком. Но вкуснее будет, если смазывать сковороду перед каждой жаркой. Сразу покажу лайфхак, как сделать ровное количество теста для блинов. Но для этого нужна сковородка именно с тоненькими, такими невысокими бортиками. В общем, берете целый черпак. Это будет слишком много, не страшно. Вот так вот по всей поверхности. И потом выливаете остатки. Но я предпочитаю печь блины с отмеренным и нужным количеством. Вот примерно мне нужен половину черпачка. И сразу распределяю его по всей поверхности. При небольшой снуровке у вас это получится тоже не менее аккуратно. И не будет бортика, будет еще более аккуратно и красиво смотреться. Смотрите, у нас появляются дырочки по поверхности блинчика. Он такой будет пористый, у нас мелкую дырочку. Сколько жарить блины? Это зависит от степени нагрева сковородки. Ориентируйтесь по цвету блинчика. Если он начал зарумяниваться и появилась коричневая корочка по краям, значит пора переворачивать. Подденьте лопаткой блин с краю. Затем аккуратно подведите лопатку до середины блина, почти под корень рукоятки и аккуратно переверните. Вторая сторона пропекается быстрее. Когда и снизу блинчик зарумянится, снимайте его и перекладывайте на тарелку. Вот такая стопочка блинов у меня получилась из этого количества ингредиентов. И такой маленький лайфхак. Видите, здесь они бледные, потому что это та сторона, которая вторая жарилась. А чтобы некрасивая стопочка была, то лучше всего сделать вот так их и перевернуть. Оп! Ну вот наши тонкие блинчики готовы. На молоке базовый такой рецепт. Они хороши как сами по себе. Их можно со сметаной, с джемом, с вареньем. Но если вы в них начинку завернете, тоже будет великолепно. Готовьте с удовольствием, чтобы сохранить этот рецепт. Не потеряйтесь, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, колокольчик и приятного аппетита!